В канун празднования Нового года Главными участниками акции стали воспитанники из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних теремок города Рославль. Для малышей, нуждающихся в помощи и просто внимании, были собраны игрушки, одежда и закупленные новогодние сладкие подарки. Тепло и радушно встретили гостей в центре. С любовью и заботой рассказали гостям о ребятах-воспитателе и заместителе директора по воспитательной работе Елена Алексеевна Киселева. В нашем центре детки находятся возраст от 3 до 18 лет. Находятся сроки пребывания в центре различные, то есть в зависимости от ситуации в семье. У нас группа специалистов, педагоги-психологи, социальные педагоги работают и с воспитанниками нашего центра, с семьей. И если благополучная в семье обстановка стабилизируется, то детки наши возвращаются в семью. Сейчас, в данный момент, у нас большое количество детей в нашем центре. Вообще он рассчитан на 80 детей по стационару и 15 – это дети группы дневного пребывания. Елена Алексеевна познакомила гостей с условиями, в которых изо дня в день живут ребятишки. Представители организации посетили группы «Лужайка» и «Березка», побеседовали с детьми. А Деда Мороза не хочешь подарок? Да. Да? Держи. Такие благотворительные мероприятия для детей необходимы. Внимание и забота помогут ребятам почувствовать себя частью общества. Чем больше людей, понимая это, будут по мере их возможности заботиться о детях со сложной судьбой, тем ярче станет жизнь этих малышей. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Спасибо, Галина. Здоровья вам, благополучия, творческого процветания, успехов. И вот вам такой подарок. Спасибо. Дети старались, сделали вам такой красивый сюрприз. Спасибо. Молодцы. В средней школе номер один нашего города в этом учебном году был открыт класс для детей с ограниченными возможностями. У нас открыт класс-комплект, то есть там обучаются дети разных, разного возраста, которые посещают разные классы. Но они у нас все в одном, потому что их мало. Для работы с этими детьми привлечено очень большое количество специалистов, педагогов с очень большим опытом работы. То есть у этих детей в учебном плане больше предметов, чем у остальной начальной школы. Такие предметы, как ритмика, специально это только у этих детей. У нас работает отдельный педагог по этому направлению, по ЛФК у нас отдельный педагог. Также логопедия есть у этих детей, тоже как отдельный предмет в учебном плане. То есть у них очень разностороннее развитие и привлечены очень хорошие педагоги для работы с этим классом. В канун новогодних праздников и каникул для детей было подготовлено сказочно-театрализованное представление «Тетя Кошка не представляет» воспитанниками творческого коллектива «Непоседы». Открыл представление сам Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Ребятишки вместе со сказочными персонажами водили хороводы, играли в подвижные игры и, главное, каждый ребенок смог отдать в руки Деду Морозу письмо со своими новогодними желаниями. Дорогой Дед Мороз, я очень хочу Богу и Литяну, потому что старую я сама. Не обошлось в этот день без новогоднего волшебства и сюрпризов, а им стала большая коробка с подарками для ребят. Когда дети открыли ее, оттуда вырвались разноцветные воздушные шарики. В завершении мероприятия ребята в небо запустили фонарь со своими новогодними желаниями. «Этих детей мы привлекаем во все массовые мероприятия, которые проходят в школе, потому что основная наша задача – это социализировать детей, адаптировать их к обществу, чтобы они нормально общались с другими детьми, со взрослыми, учителями. Поэтому мы их не закрываем, мы их всегда выводим посещать мероприятия, и не только в рамках школы. Мы их вводим на общегородские мероприятия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова